Все мировые телеканалы сегодня транслируют кадры из графства Эссекс. Там судебные приставы пытались исполнить решение о сносе самого большого в Центральной Англии лагеря европейских цыган, так называемых Пееви. Однако по прибытии на объект они увидели, на пути к лагерю возведены баррикады, а сами Пееви с кирпичами в руках выстроены в боевые порядки, и бой был дан. Дмитрий Каэстер о том, кто в нем пока побеждает. Столкновения между полицией и поселенцами цыганского табора Дейл Фарм, что в 40 километрах к востоку от центральной части Лондона, начались сегодня утром после того, как наряды полиции и судебные исполнители прибыли ликвидировать незаконное цыганское поселение. Жители поселения, а это в общей сложности около тысячи человек из 83 цыганских семей, а также их сторонники соорудили баррикады из подручного материала и стали забрасывать стражей порядка кирпичами и досками. Для того, чтобы прорваться через баррикады, полиции пришлось применять кувалды и другие спецсредства. Они пришли так быстро, мы даже не успели понять, что происходит. Мы попытались уйти, но полицейские перекрыли нам путь. Они отталкивали нас, я упала на землю и больно ударилась головой. Они действовали очень грубо. Очевидцы и сами кочевники рассказывают, что силы правопорядка применили электрошокеры. Потом полиция отключила лагерь от электроснабжения. В ответ поселенцы подожгли автоприцеп. Над лагерем поднимаются огромные клубы дыма. Кочевники поселились в окрестностях Бесселдона в 80-х, когда несколько семей купили земельные участки. Однако затем рядом обосновались другие цыгане, которые строили свои дома уже на муниципальной земле. Больше 10 лет суд решал, имеют ли цыгане право жить и строить дома на территории Дейлфарм. Вчера ирландские цыгане, которых, кстати, в Великобритании проживает около 30 тысяч представителей Совета Бесселдона, пытались договориться, но не смогли. Мы не проиграли. Война будет долгой. Они могут запереть нас в доме, но они не завладеют нашими умами и сердцами, потому что они свободны. На данный момент полиция арестовала одного из защитников лагеря. Возможно, и другие задержания. На месте столкновений полицию и кочевников по-прежнему разделяют баррикады. Активная фаза по снозу незаконного поселения может возобновиться в любой момент. Дмитрий Кайстро, Вести.